В 2008 году на базе РАМСПАС была открыта испытательная лаборатория, которая проводила бесплатную тепловизионную диагностику, электрооборудование в школах, детских садах и других общественных учреждениях с целью выявления пожароопасных участков. В 2009 году Александр Горбачёв написал письмо на имя Шойгу с просьбой поддержать исследования по применению данной тепловизионной методики. Была запланирована НИОКР, это научно-исследовательская конструкторская работа. Институт обратился к РАМСПАСу с предложением заключить договор о творческом сотрудничестве. Это безденежный договор. Мы такой договор заключили, потому что мы уже работали, у нас большая база данных, то есть статистика, вообще какова вероятность и развитие дефектов, ну и там разные другие вопросы. То есть практически мы были опытной площадкой и рабочей частью, это НИОКР, а институт занимался теорией. Естественно, мы наши все действия согласовывали, в том числе и составление методики. Когда мы приезжали, обследовали, мы же не просто там, как говорится, сделали свое и уехали молча. Мы им рассказывали то, что нужно сделать, как это сделать, то есть выдавали рекомендации. Кроме рекомендаций больше ничего не было. В первое время они там, конечно, немножко в шоке были, как это так, никаких ни предписаний, ни штрафов, а потом поняли, и сейчас уже даже доходит до того, что мы составляем график на год всех школ, и школа там, допустим, если у нее больше 4-5 месяцев прошло, они уже сами звонят, говорят, а что это вы у нас давно уже не были, пора приехать. То есть даже школы сами заинтересованы в том, чтобы мы были. Благодаря практическому опыту специалистов испытательной лаборатории РАМСПАС были разработаны критерии оценки пожарной безопасности электрооборудования, ранее не существовавших России. Тепловизионная диагностика позволяет производить оценку состояния эксплуатируемого электрооборудования в процессе работы и выявлять многие дефекты на ранней стадии их развития, и тем самым предотвращать возможные пожарные ситуации. Нагрузка есть, идет разогрев до 28,3 градуса, это в пределах нормы, то есть где-то в пределах 40 это будет при данной нагрузке нормой. Вот, так что, в принципе, все хорошо. В одной школе был случай, что когда мы проверили, увидели, что там уже аварийная ситуация, выдали акт рекомендации, они отнеслись к этому халатно. В результате произошло возгорание щитка. Когда начали разбираться, то действительно оказалось, что акты все есть, рекомендации есть, и есть халатность по отношению к нашим замечаниям. Это был единственный случай, который больше, как говорится, не повторяется. Ну, очевидно, молва-то идет, они все рассказывают друг другу. Вот так вот. Мы, в принципе, смогли фишку найти для того, чтобы эту методику применять целенаправленно для обеспечения пожарной безопасности. И мы это делаем. А результатом этого у нас на где-то порядка, ну, там, в среднем, я беру за года, да, на 65-75% сократилось количество дефектов, которые мы выявляем. Дефекты, которые мы раньше выявляли, до 300 градусов, уже не выявляются вообще. А количество школ, в которых дефекты выявляются, сократилось на, ну, где-то около 50%. Методика является новым словом в области профилактики и обеспечения пожарной безопасности, электрооборудования, жилых и общественных зданий. Но уже сейчас вызывает огромный интерес у коллег, получая применение по всей России. Марина Миткевич, Сергей Григорьев, для программы «Городские вести». «Городские вести», «Городские вести»